Время освоения новых территорий пришло, говорят ученые. На развитии Арктики это пока планы, но интерес правительства России и регионов обоснован реальными перспективами для всех продвинуться на несколько шагов вперед. И в первую очередь нужны транспортные пути, как минимум три из которых проходят по территории Коми. Это Белкамур, железная дорога до порта в Архангельске, строительство ветки Сосногорска-Индига и от Воркуты до Усть-Кары. Глава Коми предложил включить эти коммуникации, а также дорогу Сыктывкар-Нарьенмар в федеральную целевую программу. Выход к морю значительно сократит и путь к мировым торговым рынкам. То есть мы включимся сразу в существующие мировые пути экспорта. То есть сейчас уже во многом доходность наших лесоперерабатывающих производств во многом связаны с рынками Азиатско-Тихоокеанского региона. Но они возят контейнеровозами продукцию через другие порты. Здесь путь будет сокращён. В Воркута – мощный транспортно-логистический узел России. Это будущее лицо привычной нам заполярной кочегарки. Как следствие – дополнительные вложения в территорию. Уже сейчас требуется реконструкция аэропорта и взлётные полосы. Городская инфраструктура изношена, экономическая основа моногорода, угольная отрасль под угрозой. Поддерживать добычу твёрдого топлива в Печорском угольном бассейне необходимо на уровне 15 миллионов тонн. И в этом в Воркуте необходимо помочь, заявил на федеральном уровне губернатор. Впрочем, сырьевая база нашего Заполярья позволит развивать и коксохимию, энергетику, металлургию, создавать новые производства. Арктической функцией в Воркуте может быть и полярная наука. Наша чем? Арктическая зона Российской Федерации отличается. Там есть крупные города. За рубежом этого нет. И понятно, что мы должны войти тем, мы должны приобрести именно арктическую функцию. И народ уже идёт на это. Там Тикси, какой-то посёлок небольшой, это будет порт арктический. Кольская зона очень активна. Функции такие, порты, подготовка специалистов портового хозяйства. Мы думаем, что Воркута могла бы быть, и у Воркуты есть уже задел. Это вот проект, у вас был уже разговор, арктическое домостроение. Перспективные арктические проекты – это строительство волокон на оптической линии связи вдоль побережья Северного Ледовитого океана и создание на территории Воркутинской опорной зоны дата-центра по сбору, хранению и передаче данных. Эти проекты обеспечат Арктику современным цифровым пространством. Конечно, на реализацию масштабных проектов региону нужны дополнительные средства. За 10 лет республика перечислила в федеральный бюджет более 500 миллиардов рублей от налога на добычу полезных ископаемых. Руководитель региона предложил изменить подход. Реализация проектов по развитию опорных зон в Арктике требует значительных финансовых вложений. Поэтому одним из финансовых источников может стать возврат 5-процентного норматива зачисления НДПИ в региональный бюджет, что для республики Коми дополнительно ежегодно составит более 3 миллиардов рублей или равно годовому бюджету города Воркуты. Освоение Арктики тесно связано и с экологической безопасностью. Швамовые отходы в Воркуте превращают в брикетное топливо. Это к тому же обеспечит рынок энергоресурсами с низкой себестоимостью и сократит расходы предприятий. Но для полной ликвидации уже накопленного экологического ущерба в Арктической зоне глава Коми предложил проработать механизм федерального финансирования. Только вкупе все эти проекты гарантируют полноценное развитие как в Воркутинской опорной зоне, так и всей Российской Арктики.